Всем привет! Сегодня наконец-таки масленичное воскресенье, сжигание масленицы, настоящие масленичные гуляния. В общем, настоящий такой здоровский праздник. И вот мы идем посмотреть, что у нас происходит здесь в поселке, потому что погода просто чудесная. Идем с моим другом. Не знаю, видно, нет, на солнце что-то вообще плохо вижу, что снимаем. И идем посмотреть, что творится у нас в поселке. Слышна музыка, и есть какие-то отголоски гуляния. Мороз здесь такой, но вообще очень приятно гулять. И потом хотим съездить посмотреть на сжигание масленицы. Может быть, в Москву, а может быть, здесь, где-то у нас, в Подмосковье. Ну, посмотрим. У нас здесь в поселке ничего не оказалось, кроме вот таких вот ряженых кукол, которых, видимо, потом будут сжигать. Идем по полю, как два пилигрима. Судя по звукам, которые достаются, там просто в соседнем городе, там просто, ой, в поселке. Очень весело, там музыка, там крики. Кажется, что там просто настоящие русские гуляния. Но нужно еще дойти. На самом деле скажу, что погода хоть и солнечная, но безумно скользкая. Я, честно говоря, даже не понимаю, почему никто об этом как-то не печется, да? Потому что я сама еле дошла и пару раз чуть не упала. А как вот ходят пожилые люди, я даже себя, ой, с трудом могу представить. Они просто, мне кажется, рискуют жизнь. Ну, любой человек рискует жизнь, в ходе в такой каток, да? Но у них это, естественно, все более, там, хрупкое. Ну, в общем, короче, идем мы. Сейчас посмотрим. Музыка Музыка Этих чудных снеговиков я засняла, когда я уже возвращалась обратно из института домой. Ну, так поселок называется, соседний. Но я думаю, несмотря на то, что у меня садился телефон, и я почти ничего не смогла снять в институте, я думаю, все равно заметили, какое там было «веселье», в кавычках. То есть, конечно, ничего особенного не было, просто играла музыка. Кто-то ходил, да, дети катались с горки, и все. Ай, вот мы, наконец, в Лобне. Поехали в Лобне, но сейчас я вам покажу. В принципе, здесь много народу. Мне кажется, здесь должно быть повеселее, чем в институте, потому что в институте был вообще ужас. Ну, вот, сейчас будем заходить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тканье масляницы осталось буквально 10 минут. Ну, в принципе, конечно, тут ничего такого тоже особенного нету. То есть, просто играет музыка, говорит ведущая, стоит чучело, и, ну, людей побольше, чем, конечно, в институте, все-таки немножечко с постными лицами. Вот, и, в принципе, конечно, веселье такое, я бы сказала, номинальное. Ну, жалко, жалко, конечно, что у нас так как-то немножечко, ну, скучновато все это проводится на таком странном уровне, я бы сказала, на начальном уровне проведения праздника. Ну, надеюсь, что раз уж теперь в России этим занялись, как-то стараются и Рождество, и, ну, в общем, все какие-то такие праздники, не вставать, так сказать, от американцев. Ну, надеюсь, что как-то у нас будет получше в этом плане. Петушки здесь. Надеюсь, их потом не будут убивать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовы, давайте все дружно скажем советские слова. Гали-гали, ясно? Голос, я замечаю, спуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гали-гали, гали, ясно, чтобы не погасло, Гали-гали с треском, пусть по перелескам, Гали-гали с треском, пусть по перелескам, Гали-гали с треском, пусть по перелескам. Гали-гали, ясно, пусть по перелескам. Конечно, немножечко-то даже грустно смотреть, как сжигают ни в чем не повинные чучела. Все-таки языческий праздник есть, языческий праздник. Но это, конечно, и символический праздник. Уходит зима, и пусть она заберет с собой всю хантру, все обиды, ведь сегодня еще и прощенное воскресенье, все неприятные чувства. Мы уже ждем начало цветущей весны, как начало новой жизни, и пусть она будет яркой и счастливой. Спасибо вам большое, что провели вместе со мной этот день. Если вам понравилось это видео, ставьте отметку на большом пальце вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите тоже в комментариях, как вы провели «Дай эту масленицу», это прощенное воскресенье, где вам понравилось. И спасибо вам большое, всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok